Девушки отдыхают 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 Но со временем, по преданиям школы мыслями Адзаки, они станут обычными противниками. Дирижабли — это, по сути, огромные шариковые самки, которые после смерти выбрасывают на поле боя всё своё потомство. Обычно они летают с маленькой скоростью, обычно до 90-го раунда, когда вы встречаете свой первый ДДТ. Весь накопленный вами за 20 минут прогресс будет уничтожен за 2 секунды. На реддите по блунт Д6 ходит популярный анекдот. Никогда не спрашивайте у женщины её возраст, у мужчины размер его зарплаты, а у Нинджа Кивини спрашивайте, как они записывали звук лопанья мо-абов. Давайте поговорим об обезьянах. В сумме есть 22 обезьяны, разбросанные по четырём разным классам. Основной — армия, магия и поддержка. У каждого класса есть своя задача и место на поле боя. Дротик — это ваш стандартный стрелок. Бумеранг бросает снаряды по дуге и может менять руки на ходу. Пушка — контрит свинцовые шарики, кнопочный пулемёт — контрит всё остальное. Ледяная обезьянка — клеемёт. На самом деле никто не знает, что они делают, так как их никто не берёт. У снайпера неограниченная дальность боя, субмарина ложится под доминатора. Обезьяна-пират может прокачаться до восточноевропейской торговой компании. Обезьяна-ас имеет ядерный потенциал. Пилот вертолёта может тащить игру в соло. Обезьяна-миномётчик очень точно стреляет. Пулемёт гатлинга полезен при прорыве обороны. Обезьяна-ниндзя — контрит камуфляж. Обезьяна-маг контрит вашу способность видеть. Супер-обезьяну мы обсудим чуть-чуть позже. Алхимик превращает свинец в золото. Друид превращает урожай в золото. Банановые фермы производят бананы в центральный банк. Обезьяне-деревне дают баф юнитам. Кнопочная фабрика гонит прочь бездомных. И обезьяна-инженер каким-то образом менее популярна, чем ледяная обезьяна. На самом деле вам не нужно всё это знать. Всё, что вам нужно — это нынешняя мета-сборка. Она поможет вам отключить ваш мозг на полчаса и всё ещё вырабатывать допамин для ваших голодных рецепторов. Каждая обезьяна имеет три разные ветки прокачки. Каждая ветка взаимоисключает другую. Так что если вы прокачаете одну ветку на пять, то остальные вы сможете усилить лишь на два. Когда мы обсуждаем стратегии, то мы используем цифровое описание. То есть мы перечисляем уровни прокачки каждого юнита сверху вниз. К примеру, вот что случается, когда я выпускаю на поле 1-0-3 дротика, 2-0-0 деревню и 3-0-1 алхимика. Это полезно знать на тот случай, когда все вокруг начинают громко заявлять, что 4-0 алхимик — это не то же самое, что 3-0-1 алхимик. Что ты только что потратил ценные кадры анимации на то, что не принесёт никакой пользы в бою. Что ты лишил себя возможности войти в процесс массированного заработка. И то, что вместо игры в блунс тебе лучше стоит попробовать мыло и верёвку. Сообщество по блунс довольно странное, но очень страстное. Также у вас есть героя. Их очень много, выбирайте с умом, так как вы можете выбрать лишь одного. Среди героев есть Квинс и Лучник, который никогда не промахивается. Сада моя любимая. Адора Милаха, которая берёт свою силу из кровных жертвоприношений схожим образом, как и масон 33-го уровня. Бенджамин, который умеет лишь увеличивать количество ваших Бенджаминов и больше ничего. Выбор Бенджамина в сетевой игре является формой гриферства в любом проявлении. Ненавижу преступления. И, конечно же, забавная обезьяна в танке и так далее. Итак, давайте поговорим о стратегии. Начинайте с Квинси и 3-0-1 Ниндзя. Далее идёт 2-0-0 Алхимик. Прокачайте Алхимика до 3-0-1. Ниндзя до 4-0-2. Постройте 2-0-0 обезьянью деревню. Теперь поставьте своего 3-2-0 пилота вертолёта. Алхимика до 4-0-1. Вертолёт до 4-2-0. Деревню до 2-3-0. И, наконец, докачайте ваш вертолёт до 5-2-0. Вот и всё, у вас на руках есть мета-сборка. С ней можно пройти всё от харда до 6N-режима без лишних усилий. Но кому какое дело? Ведь этой сборкой нельзя пройти уровни на Эксперте. И на ней точно нельзя пройти ивент с боссами. Всего в игре два таких ивента, и они сменяют друг друга каждую неделю. Блунариус, Надуватель и Ильич. Скажу вам без иронии. Я видел очень много эротических иллюстраций Блунариуса. Порно, если позволите. И Эмма — это то ещё зрелище. Босс-эвенты крайне интересны. С одной стороны, да, вы можете донатить ради победы, но с другой стороны, это вам не очень поможет. Так как, к примеру, на последнем сотом раунде для шести Н-режима спавнится один единственный BFD, у которого 28 тысяч единиц здоровья. На 120 раунде появляется Блунариус пятого уровня с 3 миллионами единиц. А если это элитный Блунариус, то у него всё 40 миллионов. И как же нам превзойти такие огромные цифры? Всё просто. Мы должны профинансировать войну деньгами, которых у нас нет. Нам нужно три части обезьяньих знаний из ветки поддержки, большие банки, закулисные сделки, банковские депозиты. Естественно, мы берём Бенджамина для увеличенного заработка Бенджаминов. Далее прокачиваем вашу банановую ферму до 2-4-0, что даёт нам доступ к займу через МОП. МОП означает международный обезьянний фонд. Возьмите займ, вложите дважды, пройдите один раунд, соберите проценты, обналичьте счёт и повторите всё заново. Используйте заимствованные деньги, чтобы получить больше денег, чтобы строить больше банков, чтобы брать больше займов. Далее прокачайте свой банк на 2-5-0 до уровня обезьяномика. Описание гласит, теперь вы слишком большой для провала. Теперь у вас есть свой федеральный резерв. С возможностью буквально печатать деньги из воздуха. Инфляция? Хе-хе-хе. Не, не слышал. Берите больше займов, печатайте больше денег и, наконец, купите себе ядерную подлодку, чтобы занимать, печатать и тратить в 2 раза быстрее. Но зачем нам так много денег? Эти деньги нам понадобятся, чтобы провести крайне дорогостоящие жертвоприношения. Так как в итоге войну можно выиграть только одним путём. Очень кровавым путём. Деньги — это лишь катализатор, который ведёт к одной простой мысли. Нам нужна ваша смерть. Итак, самая сильная башня в игре требует целую гору загубленных душ. Она поглощает всё и вся вокруг себя. Дважды, так как ей требуется два апгрейда. Истинный бог солнца — это второй самый сильный юнит в игре. Если вы видите, что происходит сейчас на экране, то это значит, что я прыгался и теперь придётся начать сначала. Мстительный истинный бог солнца — это самый сильный юнит в игре. А также главная причина моей головной боли, когда я пропускаю единственный шаг на этой 45-страничной статье на Википедии. Но все усиления не напрасны, так как он может затащить любого босса в соло. На нормале. На элитной сложности вам нужно заполнить каждый пиксель своего экрана обезьянами, чтобы затем принести их всех в жертву. Всё для того, чтобы в итоге получить низкоуровневого парагона и после выйти из игры очень спокойно. Запутались? Ну тогда я предлагаю вам прочитать вот эту 39-страничную статью на Вики. Затем используйте эту математическую формулу, чтобы рассчитать потенциальный урон и вернитесь назад, так ничего и не поняв. Парагоны — это обезьяны шестого уровня, однако их сила напрямую зависит от их ранга. Ранг — это совокупность качества и количества принесённых в жертву обезьяна. Всего их четыре. При самых благоприятных условиях, чтобы прокачать их всех, понадобится угробить около двух сотен юнитов. Но все жертвы оправданы, так как только через прокачку парагона можно пройти босса на элитной сложности. В этой игре имеется много режимов. Одиссея — по сути обезьянь и компания, гонки из-за которых меня скоро забанят. Пользовательские испытания, которые должны быть пройдены создателем перед публикацией, чтобы удостовериться в их проходимости. Вместо этого я использовал чит-инжин, чтобы создать непроходимый уровень и выложить его онлайн для неподозревающей жертвы. И, конечно же, мультиплеер. Нет, мы обезьяне Волл-стрит. Который выглядит вот так. Откуда летит этот дирижабль? Из-за чего это? Мультиплеер — полный кал. И он объективно сложнее одиночной игры, так как на всех игроков имеется общий капитал. Это приводит к неизбежной ситуации, где все берут Бенджамина, вкачивают все очки в банановую ферму, и где в итоге проигрывают все. Он очень веселый, я бы даже сказал, чрезмерно веселый, интерактивный и динамичный. Нередко бывает случай, когда ваш друг ставит солнечный храм рядом с вашими фермами и в итоге поглощает вашу прибыль. Зацени-ка. О! Куда всё подевалось? Погоди, я чё, только что убил всю карту? Какого х**я? В индустрии мы называем это проблемой навыков. Отвечая на часто задаваемый мне вопрос, что же такое Bloons Tower Defense 6? Это когда вы физически не можете видеть то, что вы делаете. Это когда на вашем экране происходит столько дерьма, что вам остаётся ориентироваться по вспышкам света и звукам хлопков. В этом и есть суть Bloons TD-6, и это потрясающе. Также все процессы, происходящие на вашем экране, являются идеальным стресс-тестом для вашего железа. Часто можно встретить людей, которые кичатся мощностью своего процессора, только потому что Ракеш из магазина Dell так им сказал. И затем неожиданно этот индивид исчезает с сервера, не обронив после этого ни слова. Однако эту игру есть за что покритиковать. Я услышал так много хлопков, что за это время у меня развился тинитус. Я так долго слушал игровой саундтрек, что если вдруг его неожиданно включат в глухой комнате, то мой мозг тут же заполнит пробелы и будет производить звуки хлопков. Но я думаю, что это равносильный обмен. Также новозеландская компания завышает цены на внутриигровой флаг Австралии. Очень круто. К сожалению, иногда эта игра работает через жопу. Она не любит сворачивание, а также она иногда плохо закрывается. Так что я рекомендую вам написать небольшой командный файл для отключения всех процессов. При отключении весь процесс сохраняется, так что вы ничего не потеряете. Я думаю, каждый сможет насладиться Balloon 100D6. Я даже слышал, что эта игра помогла кое-кому пережить горе от развода. И если эта игра помогла ему, то она поможет и вам. Перед тем, как вы откинете мое предложение как шутку или же несерьезный прикол, имейте в виду, что мы живем в обществе тиранов, где вас в любой отрезок времени могут заглушить, избить или даже вогнать в рабство до вашей смерти. Осознав эти вещи, возможно, вы поймете, что это не шутка, и клоуном все это время были вы, а панч-лайном оказалось все ваше существование. Суммируя все вышесказанное, Balloon 100D6 10 из 10 очень рекомендую, очень весело, цена очень низкая. Если у вас проблемы с финансами, то я рекомендую вымогательство и шантаж своих близких, а также мелкое воровство. И помните, кража ниже косаря не считается преступлением. Держите вашу репутацию зеркально чистой или же, как кое-где говорится, жизнь варам – смерть мусорама. Да. Как всегда, впереди много контента, так что не переключайтесь. Это конец хороших видео. Больше в будущем не будет хороших видео. Я устал жить в страхе, ожидая, что очередной комментатор скажет мне, «Сэд, ты сделал здесь фактическую ошибку». Верно, я это сделал, и я сделаю это еще раз. Без давления, контроля за качеством, теперь я могу течь свободно, как сточная труба. В очередной раз большая благодарность членам гильдии торговцев, которые щедро спонсируют мои видео. Вы все воистину замечательны. Хорошего вам дня. Переведено и озвучено командой Жирнедаб. Если вы тут впервые, то подпишитесь на канал, поставьте лайк и нажмите на буубенчик. Всего хорошего. Пока! Поехали! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok